Две банки красной краски, горящие фаеры и националистические лозунги. Под Генконсульством России сразу несколько патриотических организаций провели акцию в поддержку задержанных украинских военных моряков в Керченском проливе. В начале акции известный одесский активист Тодор Пановский швырнул банку краски в ворота ДИП-представительства. Повторить это со второй банкой ему помешали полицейские. После нескольких минут толкотни Пановского все же затащили в полицейский автомобиль. Вместе с ним в райотдел доставили еще одного участника акции, который пытался освободить Пановского. Несколько полицейских, активистов и журналистов оказались запачканы краской, как и дорога перед Генконсульством. Организаторы акции говорят, что не понимают, почему силовики отреагировали так жестко. Да, это должен был быть перформанс. Краска, красная краска, это кровь невинно убитых на этой войне и тех, которые сейчас продолжают убивать и незаконно задерживать страна-агрессор. Но, к сожалению, непонятно, почему такая агрессия со стороны правоохранительных органов. Понятно, что никто не собирался штурмовать. Это давно надо было отсюда вообще убрать с нашей территории. Но, так как оно есть, мы собирались просто провести информационную акцию. А вот в полиции сообщили, что таким образом пресекали хулиганство и неповиновение требованиям правоохранителей. К тому же, как оказалось позже, Тодор Пановский вернулся Генконсульству снова. Активиста было затримано, доставлено до полиции территориального полиции, где на него, за его действия, складали протокол про адміністративное правопорушение. Притягнули до адміністративної ответственности. Також притягнули еще одну особу, участника инциденту, который заважал правоохранителям выполнять свои профессиональные обязанности. На него складлено також админпротокол. Один из активистов, фигурант этих событий, который уже достал недорого отделку, он закинув на территорию консульства файеры подпалені. Знову же его затримали, доставили до отделки полиции. Зараз верюшится правоохранительство его действий. Напоследок активисты зажгли желто-голубые файеры, выкрикивая националистические лозунги. После этого они покинули Гагаринское плато. А полицейские вместе с журналистами остались смывать краску со своей одеждой.